Скажите, что-то происходит вокруг армяно-азербайджанского конфликта? Да, происходит то, что мы с вами многократно говорили, мне кажется, обсуждали. Это попытка каждой из сторон, будь то на Западе или в Российской Федерации, быть главным, что называется, миротворцем, постараться доказать свою состоятельность в этом регионе. И поэтому сейчас эти разговоры, эти попытки сблизить Ереван и Баку будут всячески продолжаться разными способами. И Соединенные Штаты Америки, и, главное, Великобритания, которую мы часто забываем как одного из ключевых игроков в этом регионе, господин Нацикоян, будут бороться за пальму первенства так называемого, знаете, миротворца, главного миротворца и того, кто в том числе и сохранит влияние. Так как есть ощущение, что сейчас, в принципе, господин Нацикоян, в мире играется игра, как мы называем, в международных отношениях с нулевой суммой, когда победитель забирает все. Когда ни одна из сторон не готова чем-либо делиться с другой стороной, я имею в виду сейчас условное разделение, как мы сейчас видим, глобального юга и глобального севера. Поэтому это игра с очень жесткими правилами, хотя, сделаю оговорку, наверное, без правил, господин Нацикоян, и это худшее, что происходит и на Южном Кавказе в том числе, потому что каждая из сторон понимает, что любые средства хороши. То есть французская резолюция тоже в этой логике, да? Конечно, конечно. Тут, господин Нацикоян, главное, я как воспринимаю это, чтобы у Армении не было, знаете, никаких комплексов спящей красавицы. Она думала, что во Франции что-то там за нее очень пекутся и хотят как-то помочь. Это старые фантомные боли французской империи, которая по-прежнему пытается доказать с одной стороны, что она является еще и ключевым игроком где бы то ни было, особенно на фоне ослабления во Франции. В Африке, простите. И помимо этого, не будем забывать, господин Нацикоян, и личные амбиции господина Макрона, который сейчас имеет реальный шанс стать лидером Европы, о котором он так мечтал, на фоне Олафа Шольца, который всегда был. Вернее, даже я бы сказал, на шаг дальше отойду. Ангела Меркель, которая никогда не позволяла ему проявлять никаких личных амбиций. А сейчас Олаф Шольц, который проявляет беспрецедентную слабость европейской политики. И поэтому господин Макрон пытается сейчас заявить о себе все громче и громче, и высказывается на все темы, которые только возможны. Субтитры создавал DimaTorzok